За пару дней в Соликамском округе под акарицидной обработкой окажется 137 гектар общественных территорий. Это парки, скверы, детские, спортивные площадки, а также кладбища. Чтобы соликамцы не оказались в зоне опасности, на обрабатываемых территориях будут установлены специальные таблички. Увидели такую? Не заходите на данную площадь. А еще лучше тоже позаботьтесь о своей безопасности и посетите поликлинику, где вам поставят прививку от клещевого энцефалита. Это единственная специфическая профилактика, самая эффективная, потому что наш район, Уральский округ, считается одним из эндемичных районов, в котором очень много распространено клещевого энцефалита. Прививаться нужно с апреля по октябрь. Существуют различные схемы. Прививка ставится бесплатно в поликлиниках как в южной, так и в северной частях города. Как сообщают в Роспотребнадзоре, в Пермском крае от укусов клещей уже пострадало 440 жителей. Больший процент присасывания зафиксирован после посещения садов и огородов. При этом врачи напоминают, вы даже можете не знать, что вас укусил клещ. Кроме присасывания, так как самец у нас, он прерывистый путь питания имеет, он сидит на человеке всего лишь до двух часов. Инкубационный период я уже немножко затронула, но еще раз скажу, от 1 до 30 дней, в среднем 14 дней. Чем характерно лихорадочная, первая, более легкая форма, все формы тяжелые, но все равно. Температура, головная боль, слабость, может быть, боли в верхнем плечевом поясе. Бывали случаи, когда люди заражались клещевым энцефалитом через козье молоко. Поэтому, если вы почувствовали симптомы заражения, обращайтесь обязательно к специалистам, не занимайтесь самолечением. Ну а после посещения огорода, леса, парка, лучше осмотреть тело на наличие паукообразного или места укуса. Обнаружили на себе клеща, для начала отправляйтесь в травматологический пункт, где его удалят. Дальше стоит отнести его на исследование в Центр гигиены и эпидемиологии по улице Кирова-1, где клеща проверят на наличие инфекций, которыми он мог вас заразить. Прививайтесь от клещевого энцефалита, пользуйтесь защитными костюмами на природе и будьте здоровы.